Всем привет, с вами Вадерн и это первый выпуск Global Playbook. Сегодняшней темой станет игра Ninjas in Pyjamas на карте The Nuke, а именно их игра в защите и один из раундов в атаке. Начнем мы с пистолетного раунда в защите. Первый игрок, поднимающийся на А, проходит на спаун. Делается это не только для того, чтобы ввести прицел игрокам, выходящим из будки, но и в поздней стадии игры совершить важные минуса в скрипе. Задача второго игрока, поднимающегося на Аплент, состоит в том, чтобы пройти на 8 и, если нет никакого выхода, продвигаться до позиции, которую вы видите на экране, над будкой. Если на пистолетке идет выход рампы, этот игрок оттягивается через девятку. Два других игрока тем временем занимают рампы. Один из них встает на позицию за бочками. Это делается для того, чтобы при выходе и агрессии на другого игрока он имел преимущество. Роль его тиммейта довольно проста. Он должен просто вовремя дать информацию о том, что идет проход рампы, и отвлечь игроков на себя. Таким образом, фокус игроков атаки при выходе на рампу будет полностью на нем, и его тиммейт сможет сделать важные киллы. Немаловажно также умение выживать в таких ситуациях при выходе и играть грамотно. За последним игроком остается роль играющего через мейн, а также игрока, который контролирует улицу по звуку. Именно этот игрок первым падает в кишки и идет холповать вниз. Как в случае прохода улицы, так и в случае выхода на рампы. Это был дефолтный пистолетный раунд в исполнении NIP. Давайте рассмотрим более сейфовый вариант с укреплением аплента. Первый игрок, поднимающийся на 9, вначале контролирует выход из будки, но потом проходит все так же на спаун. Второй игрок, играющийся на 9, также проходит на 8 и занимает позицию над будкой. Задача третьего и последнего игрока, поднимающегося на 9, это контроль улицы. Именно он сообщает информацию о проходе игроков атаки в длинной. Четвертый игрок, играющий на пленте, проходит через мейн и занимает позицию за второй кишкой. Пятый игрок, занимающий рампы в соло, должен не только выжить при выходе рампов, но и грамотно уйти вниз, затормозив продвижение атаки на нижний плент. Игрок, исполняющий эту роль, обязан при любом движении в его сторону, просто уходить вниз и жить как можно дольше. Два варианта игры в защите на пистолетке мы разобрали, давайте перейдем к оружейному раунду. Занятие верхнего плента происходит аналогично пистолетному. Первый игрок, поднимающийся на 9, проходит на спаун. Роль этого игрока не исключает возможность прохождения до занятия позиции над будкой. Второй игрок с 9, поднявшись, сразу же откидывает дым в будку. Это очень важная граната, о которой нельзя забывать. После этого он спокойно проходит на 8, если нет выхода, занимает позицию над будкой. Опорный игрок на рампах, проходит первым делом на откидку гранаты, и откинув ее продолжает нашивать в дым. Это очень опасная роль, если не уверены в своих действиях, лучше так не делать, и просто занимать закрытую сразу же. После первого дыма он обновляет его своим. А вот первый дым, который кладется ему для откидки гранаты и нашива туда, откидывается игроком, играющим в длинном. Форест, исполняющий данную роль, играет функцию не только опорного игрока в длинном, но также и холпующего игрока, который помогает при выходах на верхний и нижний плент. Последний, пятый игрок, играет через мейн. Важным элементом исполнения этой роли является грамотная откидка смока и флешки на улицу. Откидка именно этих гранат позволит вам в ранней стадии игры прочекать улицу под вот такую вот флешку. Стоит отметить, что столь агрессивный пуш довольно рискованная затея, и если вы слышите более двух игроков, лучше этого не делать. Вот так должна выглядеть правильная раскидка пятого игрока. На поздней стадии игры в защите при хорошей экономике не стоит пренебрегать раскидкой огня на верхнем пленте. В этом случае первый игрок, поднимающийся на 9, должен откидывать огонь на скрип. Его тиммейт проделывает аналогичные действия с будкой. Как только огонь исчезнет, это будет потенциальный выход игроков атаки на верхний плент, поэтому важным элементом этой роли остается откидка дыма в будку. Настало время перейти к раундам Найпи в атаке. В пилотном выпуске Global Playbook мы расскажем вам об агрессивном выходе через улицу на нижний плент. В раунде сходу Форест откидывает смок таким образом, чтобы его тиммейты беспроблемно могли пройти за красный. Затем в его обязанности входит запрыгнуть на скалу и играть роль суппортера, помогая своим тиммейтам проходить по улице. Когда Найпи удается пройти в длины, Форест падает вниз и проходит вместе с ними. Задача Фифларна заключается в том, чтобы пройти за красный ящик и откинуть второй смок, который позволит после этого Найпи пройти в длинный. Важная роль в реализации этой раскидки также за дымом от Кзиста. Его дым, который кидается вот в этот угол, должен стать третьим и заключительным смоком в раскидке, позволяющий пройти команде Найпи в длинный. За Фрайбергом в этом раунде закреплена роль Бомб Кэрри. В его обязанности будет заключаться установка бомбы на Нижнем Пленте, и именно поэтому он не тратит свой смок на улице. Бомб Кэрри Роль Гитрайта может показаться вам очень простой, но на самом деле она очень важна. Именно на нем лежит роль контроля нуля, а также отстрел игроков, проходящих к кишкам для халпы на Нижний Плент. После успешного прохода в длинный за Фрайбергом остается раскидка дыма на Нижний Плент, и под вот такую вот флешечку проход с установкой бомбы. После этого он должен уйти обратно в длинный, либо занять более выгодную позицию. Одновременно с раскидкой Фрайберга идет откидка от Кзиста. Одну из флешей он откидывает на вилку, а другую в темную. После этого его задача контролировать каналки. Задача Фореста после прохода в длины – это занятие каналок и контроль оттуда игроков защиты. Примерно так выглядит занятие Плента с раскидкой. На этом все. Пилотный выпуск Голубого Плейбук подошел к концу. Надеюсь, вам понравилось первое видео этой рубрики. Мы будем совершенствоваться. Ну а вы смотрите нас. Всем спасибо. До свидания. Каждый геймер хочет быть в курсе важнейших событий мира компьютерного спорта. Сайт Virtus.pro – это самый простой способ оставаться в теме. Каждый месяц наш информационный ресурс посещает более миллиона пользователей из СНГ, Европы и других стран. С 2010 года аудитория сайта выросла в 65 раз. И это не случайно. Мы освещаем все крупные турниры и лиги в дисциплинах Dota 2, League of Legends, Counter-Strike, StarCraft и World of Tanks. Наша новостная лента – одна из самых полных и актуальных в русскоязычном сегменте про гейминга. Посетители, а также известные члены комьюнити, сами участвуют в создании контента в нашей благосфере. Virtus.pro – это еще и огромная база данных. Более 4000 оформленных профилей команд и игроков помогут вам разобраться, кто есть кто в киберспорте. Для любителей непосредственно самих матчей, наш сайт предоставляет удобный сервис для просмотра игр в онлайне и в записи. Даже профессиональные геймеры с пользой для себя посещают сайт. Держи руку на пульсе событий ты. Стань частью сообщества Virtus.pro.